Друзья, молния. Чистки в России продолжаются. Генерал Попов арестован, генерал Кузнецов, кадровик Министерства обороны арестован, Иванов, зам Шойгу арестован. Более того, Валерий Дмитриевич Соловей анонсирует новую информацию о том, что готовится государственный переворот, борьба за власть и использование вооруженных сил. Якобы группа Чемизова и Патрушева сейчас борются между собой. Но генерал СВР тоже поздно вчера вечером сообщил о том, что помощнику президента России Николаю Патрушеву сообщает, что в генеральном штабе, в среде генералов практически сформирован заговор с целью свержения действующей власти. Насколько этот доклад отопрошает действительность положения дел, узнаем уже скоро. Эти вот все чистки среди генералов, насколько Владимир Осечкин информация о том, что скоро будет бунт, и генералы действительно могут восстать против Путина, с чем связаны эти чистки, все эти нюансы, новые инсайды мы обсудим с Сергеем Жирновым, бывшим сотрудником КГБ и внешней разведки. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Когда начался вот этот внутренний раздрай и шатание внутри путинского режима, они сейчас все друг дружку перестреляют, пересажают, и это все на самом деле, вот это и есть уже государственный переворот. Вот он уже начался. Потому что государственный переворот – это что? Это передел власти, это передел собственности. И вот это уже началось. Уважаемая аудитория, традиционно, прежде чем начать разборы версии Соловья, информацию о зачистке в Генштабе, уже теперь будет ли Герасимов, светит ли его голова с плеч, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал, Даша Счастливая, это очень важно, подписаться на YouTube-канал Сергея Жирнова, и напишите, пожалуйста, географию просмотров. Нам интересно, откуда вы нас смотрите. Проблема заключается в том, что армия коррумпирована с ног до головы. То есть, если там сажать захотеть, то там надо сажать всех, там абсолютно всех надо сажать. Причем, больше того, подразумевается, вот когда рассказывают, допустим, всякие там разные вещи, что кто-то будет бороться с коррупцией, подразумевается, что борцы с коррупцией чистенькие, беленькие, пушистые. В Российской Федерации нет белых пушистых. То есть, Следственный комитет, ФСБ, Генеральная прокуратура, Главная военная прокуратура точно так же коррумпированы, как и люди, которых они пытаются сажать. То есть, на самом деле, это идет не борьба с коррупцией, а борьба кланов внутри. Понятно, что посадка этого генерала – это никакая не коррупция. Ну, то есть, они все коррумпированы, да, то есть, это не борьба с коррупцией, которая на фасаде объявляется, а это чистки и это борьба с Герасимовым. То есть, в принципе, я вам напомню, что Пригожин в прошлом полтора года назад уже практически боролся 10 месяцев с Шойгу и с Герасимовым. Шойгу в итоге все-таки отстранили от должности министра обороны, а Герасимов сохранялся еще. Но, значит, Герасимов, понятно было, что если уж Путин решил отстранить Шойгу, то что ему мешает отстранить Герасимова? Тем более, что, ну, в общем, логика такая человеческая, просто говорила о том, что коней на переправе не меняют, и если начинать перестройки в Министерстве обороны во время войны, то из этого ничего хорошего не получится. Я это вам уже говорил в наших нескольких передателях, что, в принципе, Министерство обороны сейчас встанет на 6 месяцев. Просто оно будет парализовано. Потому что, когда начинают перестройки в Министерстве обороны, когда начинают менять руководство, когда поменяли министра, когда туда поставили гражданского бухгалтера с не очень хорошей репутацией, то, в принципе, ничего хорошего для Министерства не будет. И даже, вы знаете, даже эта борьба с коррупцией, это может быть в итоге оказаться контрпродуктивной вещью, потому что в коррумпированном государстве коррупция является вообще смазочным материалом. Она является маслом, которое капается на шестеренки, и тогда чего-то там еще крутится или на подшипнике. Если убрать это масло коррупции, то вообще все останавливается просто. Потому что нормальные механизмы не работают, институты нормальные в путинском режиме не работают, он их убил. И работает только коррупция. Работают личные связи и коррупция. Ничего другого в Российской Федерации не работает. Больше того, и это тоже мы с вами обсуждали, и в этом смысле это единственное, с чем я согласен в заявлениях Валерия Дмитриевича Соловья, что действительно это может привести к бунту в армии. Это действительно может привести к заговору генералов, потому что генералы, если поймут, что против них идет какая-то большая война чисток, волна чисток, у них есть оружие, у них идет война, у них есть не просто оружие. Вот Пригожин показал, что если против тебя начинают воевать, то тебе надо просто сниматься вместе с твоей частью, и идти и так далее. И судьба генерала Попова это доказывает, потому что ему надо было не видосы выкладывать, в том числе с помощью Гурулева, а ему надо было снимать свою 58-ю армию общевойсковую с фронта, и идти на войну на Москву, и занимать Москву, и снимать там всех, кого он считает нужным, претендовать на роль министра обороны тогда, или начальника генерального штаба, вот и все. И все генералы теперь это понимают, что в любом случае, даже если они молчат, даже если они ничего не говорят, их совершенно ничего не охраняет от посадок, потому что они все коррумпированы. Вся российская армия, вообще путинский режим строится на коррупции, там не комбируют людей, нет, там не держат, не комбируют людей, потому что на людей нужно иметь компромат, чтобы они исполняли то, что им приписывается властью, а для этого нужно, чтобы на всех был компромат, даже на того, вот там показали нам этого красноглазого, Белоусова, вот, и говорили, что вот он такой там белый пушистый, такой вот, нашли такого, значит, белого рыцаря, который сейчас придет в Министерство обороны, значит, мечом и огнем, и уничтожит коррупцию. Покопались у него, и тут же нашли на 600 тысяч долларов счет, значит, в Мальтийском банке, нашли на 600 тысяч долларов в виллу в Италии, нашли фермершки его сыновей, нашли квартиры, да, у него, у самого скромная квартира, по путинским понятиям, первый вице-премьер, который живет в квартире 200 квадратных метров, это нищий просто, да, потому что у него должна быть быть квартира, там, 500 квадратных метров, еще несколько, да еще загородный дом на 5000 квадратов, там, и так далее, у него этого вроде ничего нет, но наверняка у него была какая-нибудь там государственная дача, вот, то есть понятно, что по сравнению там с какими-то жуткими коррупционерами, типа Шойгу и того же самого Путина, ведь у Путина, первый главный коррупционер, это Путин, у него просто все по кошелькам разбросано, это у него там в таможенной декларации, какой-то там прицеп, и Лада Калина, или что там у него, там, Волги, и Мива, сдекларированы, но у него все, у всех его друзей, его деньги разложены по друзьям, у него свой, он, знаете, как это, вот мы с вами уже смеялись по этому поводу, значит, он Дима Семицветов, да, у него все записано, там, машина на имя жены, дача на мое имя, ты, у тебя ничего нет, ты голодранец, да, ему говорил Папанов, вот, значит, персонаж Папанова, его зять, вот, его, как там называется, тесть, или что там, тесть, вот, так что, борьба, это, это очень опасная вещь, это очень хорошая новость для Украины, во-первых, вот любые посадки в армии, в Министерстве обороны, это прекрасные новости для Украины, потому что это дезорганизует работу российской армии, сначала в тылу, а потом это скажется и на фронте, потому что и на фронте они тоже будут бояться, и они будут думать, что там у нас, потому что эти большие генералы, они являются там покровителями каких-то маленьких генералов, а маленькие генералы являются покровителями полковников, и полковники майоров, капитанов, лейтенантов, и так далее, и тому подобное, и когда вы вырываете большого генерала где-то там из замначальника генштаба, то тут же вся цепочка, которую он прикрывал, она летит вместе с ним. И, значит, все эти люди начинают бояться. А у них у всех есть оружие. Это же не то, что мирные жители. Это вам не бабушку какую-нибудь скрутить или студента какого-нибудь на манифестации. У всех людей есть повязки. Они все откаты делали. У них свой ФСБшник есть. У них свой судья где-то есть. У них свой прокурор обязательно есть. То есть это все. Наверняка у них есть какой-нибудь прокурор из главной военной прокуратуры прикормленный. У них наверняка есть прикормленный следователь Следственного управления ФСБ, который занимается расследованием военных преступлений. Наверняка есть какой-нибудь старший следователь по особо важным делам в Следственном комитете прикормленный. Все прикормлено. И когда это начинает лететь, то вся машина встает. Так что это отличная новость. По поводу публикации в канале моего партнера, генерала СВР. Я с ним, кстати, я ему даже написал. Потому что они с Соловьем продолжают утверждать тупо, что Патрушев всем рулит. Что Патрушев просто ушел в тень. Но на самом деле он остается главным зачинщиком. Правда, теперь они уже изменили показания. Теперь они говорят, что Чемизов там участвует. И еще некая третья сила, которая руководит Белоусом. Вот Валерий Дмитриевич Соловей, Евгению Киселеву, я просто перед нашим с вами интервью специально это посмотрела. Он сказал, что теперь есть три силы. Сила Чемизова, сила Патрушева. Давайте как бы все визуализируем. Значит, Чемизов, Патрушев. И, соответственно, третья сила, которая управляет Белоусовым. И тут, конечно, они прогнозируют переворот военный в ближайшее время. И знаете, что, Сергей, Михаил Шитриман мне вчера сказал то же самое, что генералы готовят переворот. И Владимир Осечкин, по его информации, его источников, тоже говорил о том, что генералы готовили переворот. И хочу вас спросить в связи с этим. Возможно, эти аресты Попова, боевого генерала, Спартака, аресты всех других генералов в Министерстве обороны, уже в Генштабе, могут ли они быть свидетельством того, что бунт действительно готовился или готовится? Да, они могут быть, безусловно. То есть в этом смысле я же вам сказал с самого начала, что я согласен с этой теорией, потому что действительно генералы, многие недовольны тем, как шла война, многие недовольны были тем, что уже война была начата, потому что армия не хотела, судя по всему, такой большой войны. Армия не нужна такая большая, кровоплодительная и долгая война, потому что она привела к санкциям. Я вам напомню, что у всех этих генералов сыновья и дочери учились в западных институтах, в университетах, в академиях. У них у всех есть недвижимость за границей, и все это дело накрылось медным тазом. Зачем воровали, так сказать, ради чего все это дело устраивали, если теперь все это нельзя использовать. Конечно, армия была не готова к тому, чтобы вести такую тяжелую войну, и плюс армию же постоянно делают крайней, потому что когда что-то там не получается, а не получается в том числе и потому, что не обеспечен тыл, не обеспечено снабжение, не обеспечено управление оперативное и стратегическое войсками, то ее делают крайней. И всех этих генералов потом критикуют, хотят посадить и так далее. А на самом деле виноват, кстати, виноват сам Путин, виноват ФСБ, который ему рассказывал, виноват Патрушев, и виноваты все эти люди, которые, Патрушев и Путин, которые задумывали эту войну и говорили, что все будет, пройдет, как в Крыму в 2014 году и так далее. То есть бунт генералов и бунт армии – это самая страшная вещь. Плюс, я вам напомню, там не только генералы могут сбунтоваться, там могут сбунтоваться и просто и военнослужащие, потому что есть еще жены мобилизованных, которые не могут добиться того, чтобы их мужей вернули обратно хотя бы там в отпуска. Так что на самом деле недовольство этой войной накопилось за два половины года. И когда все это дело так идет, и нет, самое главное, никаких ярких побед, а побед ярких нет, то в итоге это все может привести к тому, к чему это привело во время Первой мировой войны в Российской империи, когда в итоге, значит, четыре года там гнили в окопах, а потом вместе с ружьями вернулись в Питер и в Москву и устроили там революцию сначала февральскую, а потом большевистский переворот в октябре 1917 года. Вот здесь набор, так сказать, политических и военных проблем абсолютно такой же, он почти один в один повторяет ситуацию и на фронтах, и внутри страны, как в 1914-17 годах. Вот, так что в этом смысле я согласен. Вот единственное, что, конечно, надо понимать, что никакой Патрушев сейчас ничем не рулит, Патрушева отодвинули, это было, кстати, условие тем, что его сын будет назначен на должность вице-премьера, что он не просто уйдет в тень, а он уйдет на пенсию. Патрушев ни с чем сейчас не рулит, и это очень смешно, кстати, я вот начал вам говорить, что вот в канале у генерала СВР он по-прежнему начинает, ему же надо, так сказать, они заточены на то, чтобы говорить, что Патрушев всем рулит, рулит, рулит. Но раньше у него была должность секретарь Совета Безопасности, и это выглядело вроде так более-менее правдоподобно. А сейчас он помощник президента, и это очень смешно, потому что они в этом смысле неправы, потому что надо писать тогда полную должность. А у Патрушева должность не помощник президента, а у него должность называется помощник президента по судостроению. И когда вот вы перепишете канал генерала СВР с этим полным названием, то он становится юмористическим. Помощнику президента по судостроению кто-то там чего-то там сообщил. Это очень просто смешно. Это становится юмористическим каналом. Я, кстати, генерал СВР это написал. Ну, видите, они же, Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР, они сами себя загнали в тупик, потому что, значит, тем, что они объявили, что Путин мертвый и лежит в холодильнике, и что всем рулит Патрушев, они себе сами обрезали все возможные пути к отступлению. И теперь у них нет возможности. Вот поэтому, вы знаете, я вот прослушал, кстати, большое интервью, действительно было у Киселева, у Ингения Алексеевича на канале Валерия Дмитриевича Соловья. Оно интересно, всегда интересно послушать человека, который умеет разговаривать, потому что он такой трендеж, он умеет делать. Вот он все-таки заведовал кафедрой, преподавал пиар и рекламу. В этом ему надо отдать должное. Вот он яркий человек, он ярко может рассказывать, но рассказывает он туфту. Вот, потому что, хотя она выглядит вроде замечательно, вот, кстати, и у вас тоже, вы его тоже приглашали, у вас было интересное интервью на вашем канале. Вот, потому что на самом деле он рассказывает так, как рассказывает гадалки. Вот у него типичная речь гадалок. Гадалки всегда рассказывают вещи, которые, с одной стороны, они рассказывают какие-то кусочки правды, которые верифицируют их заявление. То есть люди говорят, ну, вот это же правда, значит, и психологически сразу говорят, ну, значит, все остальное, что он рассказывает, правда. То есть, грубо говоря, если вы скажете, сегодня солнце встало на востоке, то все скажут, ну, действительно, вот посмотрят в окно, солнце встало на востоке. Да, значит, а вечером я вам предсказываю, говорит Валерий Вячеславович, что солнце обязательно сядет на Западе. И вы же говорите, ну, да, вот, ну, вот сел уже на Западе, да. Вот, а вот дальше он говорит, и поэтому Патусов рулит всем. Вот и все. Вот в чем суть заявления. И он самое главное говорит, что ведь ничем доказать он это не может. Вот, и в разговоре с Евгением Киселем, он его спрашивает сам, значит, идет в атаку, значит, и говорит, ну, Евгений Алексеевич, ну, а какие доказательства вам нужны? Вот, потом, вот видите, у Валерия Дмитриевича у него очень хорошо все сделано, значит, человек в очочках, с бабочкой, все, значит, внешний вид у него хороший, вот, все очень похоже, вот, это абсолютная вещь, вот так работают на самом деле мошенники в телевизоре или в интернете и гадалки, потому что его нельзя поймать на конкретике. Он никогда никакую конкретику не рассказывает. Он говорит, что я вам рассказываю о планах этих самых плохих групп, но если это не состоится, это не потому что я вам врал все это дело, а потому что у них поменялись планы, изменилась ситуация, еще что-то, то есть всегда находится какая-то объективная или субъективная причина, почему это то, что он говорил, неправда, а вот если что-то там получается, что правда, он говорит, ну, видите, я вот замечательный, значит, предсказатель, вот я же вам предсказывал, что солнце сядет сегодня вечером на Западе, и оно село на Западе, и все, а вы меня тут критикуете, смеетесь надо мной, вот надо мной тоже смеялись сегодня утром, когда я говорил, что солнце сядет на Западе, Оно село на Западе, а вы вот не верите мне ничего. Поверьте мне на слово, что и Патрушев всем рулит. Не рулит ничем Патрушев. Вот у меня есть инсайт, что Патрушев вообще находится в двух шагах от самоубийства. Потому что когда такого человека, который действительно рулил в Совете Безопасности много-много лет, а он там находился 18 лет, когда его отправили на дачу, он сидит сейчас на даче, он на самом деле, Патрушев к тому же еще гиперактивный человек. И человек, вот на самом деле, то, что не понимает Валерий Дмитриевич Соловей, потому что он никогда не работал в государственных структурах управления, что для таких чиновников самый главный статус. Статус – это вот иметь кабинет, иметь здание, в которое ты ездишь на работу каждый день, машину персональную и постоянную работу, документооборот и так далее. А сейчас он сидит на даче и копает картошку. И, в общем, у него, судя по всему, очень плохое психологическое состояние, потому что люди с таким устройством и с таким психотипом, они не могут идти на пенсию, они не могут сидеть как пенсионеры спокойно. Кстати, вот такие все пенсионеры, которые не могут это делать, они вот все влезают в какие-то там ассоциации ветеранов, в какую-то херню, извините меня за выражение, постоянно где-то заседают, пишут бумажки какие-то, потому что они не могут просто без этого вариться. Вот сейчас он начнет статьи писать, значит, по поводу там стратегии какой-то. Но его отстранили абсолютно точно от всех дел, потому что это было условие. Ему сказали, хочешь сыночка сделать вице-премьером, уходи, ты не будешь сидеть во власти. И поэтому всю эту туфту, которую Валерий Дмитриевич и генерал СВР нам рассказывают, что ему кто-то там докладывает чего-то. Ну да, по старой памяти ему там звонят его люди из его аппарата, он же всех назначал и так далее, и что-то там еще делают. Но все, Патрушев не игрок больше политический и внутриполитический на арене. И в этом смысле, вы знаете, вот для того, чтобы я вам подскажу, кого надо слушать вот сейчас по поводу всех этих перестановок. Слушайте Росислава Мурзагулова и Аббаса Галямова. Вот особенно Аббаса Галямова. Вот у него интереснейшее интервью было у Евгения Киселева тоже на канале, потому что Аббас Галямов, человек, который работал в аппарате правительства, писал бумажки. И он вот точнее всех рассказывает, как устроен и как работает аппарат. И вот это он просто великолепно делает, он гениально делает, потому что он чувствует, как это, он знает, вот что такое аппарат, что такое статус, в какую комиссию ты входишь, в какую рабочую группу ты входишь, где начальник аппарата. Вот как, допустим, когда Медведева Путин назначил первым заместителем военно-промышленной комиссии, и это вроде бы было такое большое назначение, потому что там практически в этой военно-промышленной комиссии полаппарата этой комиссии – это аппарат правительства. Вот, но Аббас Галямов рассказал, как аппарат на этого Медведева тут же немедленно был, он был нейтрализован, потому что весь аппарат не его. И он начальник, но у него нет никого там, и все, и все эти чиновники вокруг него, они его абсолютно тут же обложили, и он сделать ничего не может. Вот, и все, и вот это вот вещи, которые Валерий Дмитриевич Соловьевич совсем не знает, он никогда в этом не работал, он ничего не понимает абсолютно, как устроена государственная власть в Кремле, как устроена она на Старой площади в аппарате в администрации президента, как она устроена в аппарате правительства, как она устроена в министерство, потому что он преподавал рекламу в ГИМО, учебный институт, и, значит, студентики, и, значит, эти самые учебники, вот, какие-то разработки, ну, и там на полях ГИМО, потому что туда ходят всякие там какие-то странные люди, вот, там из Думы, там, около, всегда вьется рой каких-то странных личностей, которые обладают якобы там инсайдом откуда-то, но на самом деле они слышали звон, но не знают, где он, вот, и у меня, чем дальше, чем больше создается впечатление, что вот Валерий Дмитриевич Соловьевич действительно его кто-то там прикрывает, потому что он как иностранный агент действительно рассказывает какие-то страшные вещи прямо из Москвы про устройство государственной власти, вот, но у меня впечатление такое, что им манипулируют, ему просто сливают какую-то туфту одна из групп, вот, для того, чтобы использовать ее против второй группы, вот, и сначала я думаю, что он работает на Патрушева, ну, у меня такое впечатление, что он больше работает на Чемитова, и, кстати, вот сейчас то, что он рассказывает про Патрушева, что якобы Патрушев всем продолжает рулить, это чтобы группу Патрушев успокоить, чтобы сказать, что вот видите, мы вам создаем еще все-таки имидж, что, значит, Николай Платоныч, или как его называют Николай Планктоныч, значит, еще продолжает там чего-то там, чего-то значит, нет, Патрушев-старший умер, все, нет такого игрока, больше такого игрока нету, есть, остался клан Патрушевых, то есть, есть, остался клан, который я называю, вот, Голямов называет его просто ястребами, а я называю отмороженными ястребами, и вот Белоусов, там, Громов, вот они еще остались, Сечин, вот они остались, Патрушев, все, он умер, и больше нет такого игрока, теперь есть Патрушев-младший, но у Патрушева-младшего нет аппаратного веса еще, он, да, его назначили вице-премьером, но у него нет своих людей, у него нет, он еще не научился, как работать в аппарате правительства, он еще не знает чиновников, он не знает канцелярию, не знает, кому ходить, как ходить, кому доносить, чего заносить, вот он абсолютно этим не владеет, он сидел министром сельского хозяйства, а теперь его пересадили в Белый дом, это абсолютно новая структура, там, свой, своя культура, там, зависит от того, к кому ты зашел, в какой буфет ты ходишь, там, когда ты приезжаешь, с кем ты приезжаешь, с кем ты паришься на дачах, с кем ты ходишь пить водку, с кем ты не ходишь пить водку, и так далее, вот этого ничего Валерий Дмитриевич Соловей абсолютно не знает и никогда знать не будет, потому что он никогда в этом не работал. Важная аудитория, есть еще три инсайда, которые я подготовила для этой программы, но прежде всего прошу вас поставить лайк этому видео, это очень важно, подписаться на мой YouTube-канал «Да, счастливая», пожалуйста, прошу вас это сделать, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Сергея Жирнова, это тоже очень важно, и поставьте, кроме этого, напишите в комментарии, вот ваш взгляд на ситуацию в целом, согласны ли вы с Валерием Дмитриевичем Соловьем, согласны ли вы с Сергеем Жирновым, тут интересно, да, вот кто против кого батл, напишите, и напишите географию просмотров, нам очень интересно, откуда вы нас смотрите, из какой страны, из какого города, и несколько теплых слов «Поддержка Украины». Сергей, есть еще у меня подготовила три инсайда, ну, да, да, пожалуйста. Вы там сказали, что у нас там батл, у меня никакого батла ни с кем не нету, да, вот, я просто высказываю свое собственное мнение, причем… Нет, я подогреваю аудиторию, я подогреваю аудиторию. Понятно, ну, а у меня еще есть взаимоотношения с моими партнерами, поэтому при перегретой аудитории должен при всем все сказать, что Игорь Валерий Вячеславович абсолютно талантливый человек. Если воспринимать его как тролля кремлевского, то он гениальный тролль абсолютно, он абсолютно гениальный тролль, но он именно тролль, ничего другого здесь нету. То есть если вы будете воспринимать его на полном серьезе, как там профессора, доктора наук, который вам рассказывает какие-то научные знания изнутри в Российской Федерации, то вот тогда вы будете ошибаться. А если вы его будете рассматривать как человек, который троллит государственную власть российскую, и в этом смысле, кстати, он правильно говорит, что он участвует на самом деле в ИПСО. Вот Валерий Дмитриевич Соловей, генерал СВР, это составные части ИПСО, а именно, значит, информационно-психологически специальные операции. То есть это пропагандистский инструмент для борьбы в медийном пространстве. Это не информационные каналы, это не каналы, которые вам дают какую-то информацию, это каналы, которые манипулируют общественным мнением. Вот если вы будете понимать, что это канал, который манипулирует вами, тогда его очень интересно слушать, очень любопытно смотреть, как он пытается вами манипулировать. Это прекрасно совершенно. Обратите внимание, в этой комнате нас сейчас трое. Кому отдаете предпочтение, напишите в комментариях. Я уже использую технологии Валерия Дмитриевича Соловья, чтобы привлечь вас к нашему эфиру. Уважаемая аудитория, мы продолжаем с вами. Что самое интересное? Я услышала об этом. Я хочу потом о Белоусове поговорить, но тут еще интересное мнение. Михаил Шетельман считает, что Шойгу не переживет это лето, и вообще его ликвидируют совсем скоро. Это же мне сказал Владимир Осечкин, тоже буквально с разницей в 5-6 дней. Вы говорите о том, что Патрушев как бы тоже может совершить самоубийство. Но хочу вас спросить относительно Шойгу и его судьбы. Согласны ли вы с мнением Шетельмана и Осечкина Владимира, что Шойгу, возможно, не жилец уже в этом году, во всех смыслах этого слова? Да, Шойгу отставили. Но Шойгу отставили красиво. Так же, как и Патрушева отставили. Их обоих отставили. Но Шойгу посадили на место Патрушева. А это вот Малей Дмитриевич Соловей говорит, что это сам Соловей так придумал. Это у него такой заход. На самом деле нет, конечно. Не сам он придумал. Это за него придумали. И это оплеуха Патрушеву. Это не красивый ход Патрушева. А это оплеуха Патрушеву. Потому что человека, которого он ненавидит, когда его сажают в ваше собственное кресло, из которого вас выкинули на дачу, копать картошку и создать морковку, вам это очень неприятно. Шойгу, конечно, его отставили в каком смысле? В Совете безопасности нечего украсть. Совет безопасности – это орган планирования и координирования. Ничего другого. То есть там бумажки. Там просто бумажки и люди. Шойгу этим заниматься не умеет. Шойгу умеет, вот когда у него огромное министерство, в котором есть воинские части, округа, там, я не знаю, учебные заведения, огромная материально-техническая база, строительное управление, там, собственные заводы. И вот там можно украсть миллиардами. В Совете безопасности украсть нечего. Патрушева это устраивало, потому что его… Он, в принципе, не такой уж и вор, как Шойгу. Потому что Патрушев – идеолог. Он, на самом деле, вот для него вариться в бумажках, писать статьи какие-то сумасшедшие – это для него вот это любимое дело. Вот. И теперь его, кстати, оторвали от этого дела. И поиздевался Песков над ним еще. Песков над ним поиздевался. Он сказал, ну вот товарищу Патрушеву, помощнику по судостроению, ему разрешено делать публичные выступления. Разрешено ему. Высочайшим повелением ему разрешено делать… То есть над ним поиздевались, потому что, ну, знают, что он любит писать какие-то статьи, выступать с какими-то там заявлениями. Это была издевка, это был троллинг, открытый троллинг Песковым. Вот. И Шойгу, конечно, он будет нагнивать в этом Совете Безопасности. Шойгу не сможет из Совета Безопасности оставить такой же орган, который был при Патрушеве. Это точно совершенно. Потому что вот эти вот органы, Совет Безопасности, счетная палата – это сосуд. И зависит от того, что вы туда нальете. Вот если вы туда нальете вино, то будет, значит, сосуд с вином. А если ослиную мочу, то будет сосуд с ослиной мочой. Вот сейчас туда налили ослиную мочу. Да, значит, Шойгу туда слили. Вот. А до этого, значит, там была лошадиная моча Патрушев. Вот. И Шойгу, конечно, будет сейчас загнивать и смотреть на то, как всех сажают к его министерстве. И бояться, что его тоже посадят. Но вот сама, значит, сама должность секретаря Совета Безопасности его лично пока что охраняет. Хотя вы понимаете, что, в общем, должность никогда никому ничего не гарантирует. То есть если Путин даст отмашку, то и его тоже посадят, если захотят посадить. На самом деле, Путину невыгодно было сажать Шойгу. Да, и понятно было, что с Шойгу были связаны какие-то очень давние обязательства. Путин его вывел из-под удара, пересадил, точно так же, как вывел из-под удара Патрушева. Всех уволил. Потому что на самом деле вот в этой системе до Путина все-таки кто-то, кто-то достучался и сказал, что вообще-то это, Вовик, старики 70-летние, хватит уже, чтобы они это руководили. Надо давать дорогу 50-летним и 40-летним сыновьям и дочерям. То есть надо менять руководство, иначе застой брежневский и так далее. И Путин, судя по всему, все-таки понял, что это рационально, что как бы там что-то там не говорили, но Патрушев старенький, и понятно, что он уже даже ту задачу, которая перед ним стояла, он ее давно не выполняет. Я вам напомню, что Патрушев 5 октября 22-го года проводил совещание выездное в Крыму по обеспечению безопасности Крыма, через три дня удар был по Крымскому мосту. Тогда Путин должен был его уже снять. Уже тогда должен был снять. Удар был по Кремлю 3-го мая беспилотниками. Тогда уже Путин должен был снять Патрушева. Потом был мятеж Пригожина. Тогда Путин должен был снять Патрушева. А он его не снимал, не снимал, потому что старый друг там и так далее. И вот, ну все, надоело уже. Все. И Шойгу то же самое. Шойгу ведь проиграл эту войну, но на самом деле Путин проиграл эту войну. И у Путина был выбор, повесить это дело собак на Шойгу или не повесить собак на Шойгу. Он решил на него не вешать собак. И поэтому он его вывел из-под удара. В этом смысле Шойгу очень повезло, потому что теперь никто не может сказать, что он виноват в том, что войну проиграли. Потому что все, он не действующий министр. Вот, кстати, Белоусов в этом смысле, он рискует гораздо больше теперь. Потому что это один из вариантов, когда вот сейчас его посадили, он начнет там, во-первых, он там раскурочит все министерство, всех пересажает. Вот, а потом, когда все равно будет все плохо на фронте, его снимут, потому что скажут, что он не оправдал доверие, он плохой министр, там надо его снимать. Никакого нового правительства нету. Мы с вами об этом уже говорили, когда анализировали, когда я вам рассказывал о перестановке, я вам сказал, что пересадили из одного кресла в другое всех тех, кто там раньше сидел. Никакого нового правительства нету. И этого правительства кого? Ну, Белоусова пересадили в кресло министра, Шойгу на место Патрушева, Патрушева на место советника, помощника, Мантурова на место Белоусова. Просто всех пересадили в этом же кругу, по кругу. И, значит, министра сельского хозяйства сделали вице-премьером и так далее. Никаких изменений в правительстве нету. Изменения были только в взаимоотношении в кланов. То есть вот кланы вокруг Путина… Чеми из них Патрушев, да. Чеми из них Патрушев, Ковальчуки, значит, Ротенберги там и так далее. Вот они все изменили свое аппаратное влияние. Это называется… Когда у вас есть прикормленный чиновник, то вы имеете аппаратное влияние. И вот каждый из представителей этого клана получил какое-то изменение своего аппаратного влияния вокруг Путина. Вот в чем заключается все эти перестановки в правительстве. Ничего другого здесь нет. Но дальше Путин это затеял, на самом деле, потому что ему надо было чего-то затеять. Он все-таки идет на условно первый свой срок, ведь он же молодой политик. Раньше никогда политикой не занимался. Вот выставил свою кандидатуру на президент. Первый раз избрался на пост президента. Именно так это звучит в Конституции с поправками 20-го года. Путин идет на свой первый срок, вот сейчас. И ему надо было сформировать новое правительство. Поэтому все это было устроено. Попутно он решил накопленные проблемы. Со всеми этими кланами накопилось огромное количество нерешенных проблем. И Путин вот этими перестановками довольно умело, довольно хитро разрулил временно какие-то взаимоотношения с кланами. Но проблема заключается в том, что вот вы пересадили всех, создалась новая раскладка сил, и как только вы ее создали, она начала сразу работать, уже изменяться и так далее. И Белоусов вроде бы, он объявил, что я буду бороться с коррупцией внутри Министерства обороны. Значит, у него возникло тут же немедленно, все Министерство обороны стало его врагом. Все Министерство обороны стало его врагом. Все генералы, которые воюют и которые крадут, самое главное, которые коррупционеры, они все стали врагами Белоусова. Потому что из него сделали некого белого рыцаря, который сейчас придет и всех, значит, их выведет на чистую воду. И тут же немедленно возник этот компромат. Этот компромат, вы знаете, если искать, кто его мог слить, да кто угодно мог слить его. Для юмора я вам скажу такую штуку, что его мог слить сам Путин. Его мог слить сам Путин, потому что он же обожает все эти штуки, он обожает сталкивать друг дружку, он обожает. Я вам говорю, там нет ни одного человека, который не замазан. И поэтому его мог слить Путин, его мог слить, значит, Кириенко из администрации президента, который является его противником Белоусова. Потому что Белоусов входит в команду Громова. А Громов – это смертный враг Кириенко внутри администрации президента. У них война идет. Значит, два вице-начальника, вице-первых заместителей администрации президента ведут между собой войну не на жизнь, а на смерть. И это могли слить тут же немедленно люди из Министерства обороны. Это могли слить ФСБшники. Это мог слить Кирилла Буданов. Кирилла Буданов это мог слить. Это могли слить американцы, у которых тоже есть компромат на них всех. То есть на самом деле это могли слить все те, кто заинтересованы, чтобы эта вся машина накрылась медным тазом, чтобы там все встало, чтобы все переругались друг с дружкой, чтобы все начали войну. Ждут только когда, вот как в Чикаго, они теперь будут с автоматами с такими, с ППШ ходить и отстреливать друг с дружкой еще потом в банях, на заводах и так далее. То есть на самом деле началась огромная война, потому что сейчас идет передел в собственности. Потому что вот когда вы пытаетесь начать какую-то борьбу с коррупцией, это заканчивается переделом собственности. Вы у кого-то что-то отнимаете, сажаете человека, и на это место приходит другой человек, на все эти цепочки. Коррупция не прекратится, ничего не изменится. Изменится выгодополучатель от коррупции. И поэтому, естественно, через три секунды, как только Белоусов сел в это кресло вместо Шойгу, на него тут же слили компромат, который у всех был, на всех, у всех есть компромат, на всех в любой момент. Просто люди ждут, когда его слить в нужный момент, чтобы тебя сразу... Это зачем было сделано? Потому что теперь мы понимаем, что никакой Белоусов ни белый, ни пушистый. У него тоже есть там какие-то эти самые... Есть свои заморочки. Но его, кстати, среди коррупционеров и даже в российском обществе, его выставили как лоха. Потому что, ну как же, человек до первого вице-премьера дошел и ничего не украл. У него даже дворца нет на 5000 квадратных метров. Ну, так он дурак тогда просто. Святоша, значит, а святош на самом деле... И вот там он молитвы читает, маме звонит. Он православный, начинает утро с молитвы, секс-гигиена, 30 страниц в день, занимается спортом, не изменяет жене, но вроде как изменяет, любовницы есть. Да, образцовый христианин, тесные отношения с Евгением Пригожиным, интересовался темой частных военных компаний. Такой из нюансов. Компромат на него очень хорошо рассчитан, потому что, с одной стороны, его замазали немножко, а с другой стороны, из него сделали такого первого ученика в классе. Вот я не знаю, в какой школе вы учились, вот вы, Даша, но все знают, что в классе, кого ненавидит весь класс? Весь класс ненавидит отличника, который сидит на первой парте, который лучше всех знает всегда все, который знает все ответы. А вот люди, которые с задней партии, там, Шойгу, Герасимова, вот они с задней партии, и вдруг этот отличник приходит к ним, его посадили на заднюю парту и говорят, вот ты там разберись с этими хулиганами, которые там сидят, потому что ты отличник. Да все, они его замочат. Вот выйдет только на переменку, вот ближайшая переменка, и его тут же головой в сортир в туалете, значит, и пописывает ему в ухо. Вот, так что, в общем, бедный, бедный Белоусов. То есть на самом деле это классная штука. А зачем это слило ФСБ? Для того, чтобы Шойгу пока просто мягко отставили. Но Шойгу должен заплатить. Их всех должны перевешать виртуально. У Шойгу должны отобрать все, что он награбил. То есть есть люди, которые хотят его оставить в одних трусах. И всю его семью оставить в одних трусах. И вот на него надо завести огромное количество дел, чтобы он сам отдал все, что он награбил. То есть на самом деле все это дело пошло. И это, Даша, я вам должен сказать и всем нашим зрителям украинским, и всем нашим зрителям оппозиционным, которые не любят путинский режим, ничего интереснее и ничего замечательнее для нас нет. Потому что когда начался вот этот внутренний раздрай и шатание внутри путинского режима, они сейчас все друг дружку перестреляют, пересажают. И это все на самом деле, вот это и есть уже государственный переворот. Вот он уже начался. Потому что государственный переворот – это что? Это передел власти. Это передел собственности. И вот это уже началось. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...